10 января 1978 года 10 января 2002 года указом президента Владислава Арденба был учрежден орден Айцапша трех степеней. Первая степень является высшим орденом Республики Абхазия. Награждение производится указом президента за исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявших на судьбу народа и государства. 10 января 2003 года вышел первый номер газеты греческой общины Абхазии «Понтас». 10 января 2007 года президент Абхазии Багабш приступил к формированию первого состава общественной палаты, которая в соответствии с законом состоит из 13 граждан Абхазии, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественных организаций и движений. Члены Общественной палаты Абхазии обязаны приостановить свое членство в политических партиях на срок осуществления своих полномочий. 10 января 2010 года в британском журнале «Максим» опубликована статья «Маленький, но гордый», посвященная жизни и деятельности Нестор Лакоба. Председатель ЦИК Абхазии пользовался в Абхазии огромным авторитетом, отмечается в журнале. В годы его правления Абхазия стала одной из самых благополучных и процветающих республик СССР, которая, далее цитата, «практически не знала ни диктатуры пролетариата, ни военного коммунизма, ни экспроприации», сообщает журнал. 10 января 1874 года родился Григорий Чурсин, этнограф, автор более 70 научных работ. Наиболее значительная из его опубликованных работ – очерки по этнологии Кавказа. В своих работах он широко использует абхазские материалы. В 1928 году он совершил две поездки в село Абхазии, собрал ценный материал, освещающий разные стороны материальной и духовной культуры абхазского народа. Лишь в 1957-м удалось осуществить издание под названием «Материалы по этнографии Абхазии». 10 января 1897 года родился Алексей Агрба, государственный и партийный деятель. В 1917 году был народным учителем в селе ЛДЗАА, затем избирают членом Комитета по общественной безопасности Гудаутского участка. Участвовал в борьбе за установление советской власти в Абхазии. В разные годы был председателем Кадорского уездного ревкома, наркомом внутренних дел Абхазии. С 1923 года на ответственной чекистской работе в Грузии, Азербайджане. В 1934-1936 годах был вторым секретарем ЦК ВКПБ Азербайджана. В январе 1936 переводят первым секретарем Абхазского обкома партии. В феврале 1937 года был назначен председателем ЦИК Абхазии. В этом же году арестован, осужден по делу об антисоветской националистической организации в Абхазии. Расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. 10 января 1914 года родился Шарах Пачалия, народный артист Абхазской АССР, народный артист СССР. В 1931 году окончил Абхазскую драматическую студию под руководством Домогарова. По мнению критиков, Шарах Пачалия – актер героика романтического и сатирика гротескного плана. На сцене Абхазского театра им сыграны роли Лира в «Короле Лири Шекспира», Алоу в «Алоу сердце Чкадо», Яго в «Ателла Шекспира», Незнамого в «Без вины виноватой Островского», Кягуй в «Инабхакягуэкове», Батала в «Амхаджир Чанба», Дзыкура в «Потомках Гечи» Лакарба, Тарьела в «Большой земле Агумаа», Хаджарата Кяхба в «Песне о Скале Шинкуба». Шарах Пачалия является режиссером спектаклей «1866 год. Гулия и Микава», «Потомок Гечи», «Овраг Сабыды» и «Моя лучшая роль» Лакарба, «Скала героя» Георгия Гулия, «Жених Шавлохова» и другие. В 1962 году спектакль «Амхаджир» Самсона Чанба в постановке Шараха Пачалия был признан одним из лучших на Всесоюзном фестивале народных театров. В кино Пачалия сыграл роли слепого старца Эслана в кинофильме «Белый башлык», Гитлача в картине «В ночь на новолуние». В разные годы Шарах Пачалия возглавлял Национальный театр Удмуртии, был создателем и руководителем Ткуарчальского театра комедии, художественным руководителем Абхазской государственной филармонии, являлся одним из основателей театра-миниатюр Чари Рама, директором Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба. Он автор книг «Моя профессия» и «Путь актера». В 2005 году Ткуарчальскому Абхазскому государственному театру комедии присвоено имя Шараха Пачалия. 10 января 1935 года родился Михаил Мархолия, заслуженный деятель искусств Абхазии и Грузии, выпускник Ленинградского института театра музыки и кинематографии имени Островского, ученик народного артиста СССР профессора Товстоногова. Мархолия был первым режиссером Абхазского телевидения. В разные годы работал режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Им поставлены на абхазской сцене спектакли «Совесть» Павлова, «Амхаджир» Чанба, «Враг человека» Чкадуа, «Привидение» Ипсона, «Сейдык» Аргун, «Песня о ранении» Аргун, «Электро» Сафокла, «Мамаша Куражи» и ее дети Брехта, «Белый портфель» Аджинджел, «Искупление» Ахоба и другие. Михаил Мархолия – один из основателей, главный режиссер Сухумского русского театра юного зрителя. Он поставил спектакли «Аленький цветочек» Берусевича, «Мухомор и сыроежка» Зимина, снимается кино Родзинского и другие. Кинорежиссер Мархолия является автором документальных кинофильмов «Теплоход Абхазия», «Ветераны», «Клятва керазовцев». С 1990 года Мархолия был главным режиссером и художественным руководителем художественно-документальных фильмов киностудии «Абхазфильм», где снял фильмы «Свидетель», «Война еще продолжается», «В день Пасхи», «Исповедь сокровенных подруг», «Не стреляй, Мадина», «Воспитатель», «Да поможет нам Бог» и других. Вторым режиссером Михаил Мархолия был в таких кинофильмах, как «Сотворение», «Белый башлык» киностудии имени Довженко, «Время счастливых находок», «Колокол священной кузни» и «В ночь на новолуние» киностудии «Мосфильм» и других. Из 41 постановки Михаила Мархолия в театрах и кино 24 были из произведений абхазских авторов. В 2005 году вышла почтовая марка с изображением Михаила Мархолия. 10 января 1949 года родился Георгий Анчабадзе, историк-кавказовет, конфликтолог, доктор исторических наук. Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. С 1975 года работает в Институте истории, археологии и этнографии имени Джавахишвили. В 1975-м работает в данном институте. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Книга путешествий Эвлия Челеби» как источник по истории горских народов Кавказа, а докторскую по теме «Источниковедческие проблемы военной истории Грузии». Основной круг научных интересов – кавказоведение, история народов Кавказа с античности до настоящего времени, культурно-исторические связи Кавказа со странами Ближнего Востока, военная история, конфликтология. Георгий Анчабадзе – автор около ста научных публикаций, работает по совместительству в Абхазском государственном университете. 10 января 1960 года родился Игорь Тания, герой Абхазии. С 14 августа 1992 года в рядах абхазского ополчения сражался на Гумистинском фронте. С момента образования Гудаутского штаба самообороны стал исполнять обязанности офицера по особым поручениям. В первые тяжелые дни войны Тания постоянно находился на передовых позициях. Участник боев за освобождение сел Кутышха, Эшера, Шрома, города Сухом и т.д. В ходе июльской и сентябрьской операций неоднократно направлялся на выполнение сложных заданий. В 1994 году в Кадорском ущелье в ходе ладской операции погиб во время ночной разведки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин